Огород в городе Не менее в современной реальности, в эпоху, когда численность населения планеты растёт, а места для выращивания качественной продукции существенно сокращаются по ряду причин, экологи могут их назвать отдельно, становится актуальной проблема, так скажем, прям продовольственная. И если говорить глобально о ситуации, то в современной книге «Зелёная революция», вышедшей в 2016 году, экономистам с привлечением экологов описывается эта ситуация, и огород в городе приводится как решение, глобальное решение проблем, связанных с продовольствием. Вот эту книгу тоже рекомендую вашему вниманию. Это как раз о том, как глобальные проблемы можно решать локально, глобальные экологические проблемы. Здесь приводятся не только зелёные шаги, которые всем желательно применить в своей ежедневной практике, но и в частности развиваются идеи городского агромничества. Я прошу презентацию открыть. И, собственно, в мире это движение называется по-разному. Urban Farming, City Farming появляется такая новая выстребованная профессия, в которой уже, этой профессии уже обучают в вузах иностранных. И я думаю, что программа будет готовиться у нас тоже. Не только в США, Европе, но и в Азии, где, опять же, густота населения способствует формированию этого движения, то есть потребность возникает, действительно уже существует огромное количество городских огородов. Как ни странно, это бывает даже в таких индустриальных городах или постиндустриальных, где закончились промышленные уже этапы развития. Например, в Детройте существует порядка 40 городских огородов. Следующий слайд, пожалуйста. То есть вы видите на картинке, что это может выглядеть по-разному. Например, в Лондоне существует множество публичных огородов, где люди не только выращивают еду, а это решает проблему выращивания органической пищи, правильной, не ГМО, не содержащей большие количества вредных элементов, но и позволяет решать такие социальные проблемы, как формирование добрососедства, потому что люди все-таки в городах у нас несколько изолированы. Могут эти огороды использоваться и чаще всего использоваться как площадки для каких-то социально значимых проектов. Там могут проходить обучающие мастер-классы, какие-то экологические мероприятия. Это может быть удобной формой для работы с людьми с ограниченными возможностями. И вообще это является формой альтернативного досуга, довольно-таки активного, интересного и позволяющего горожанам понять, почувствовать эту связь с природой, которую, к сожалению, в городе часто мы теряем. Добро, следующий слайд. Вот, скажем так, сужая нашу географию, да, собственно, о соседях на Украине, сейчас в Киеве, в центре уже установлен публичный огород, где также проходят различные образовательные мероприятия. И вот в связи с этим как раз на следующей картинке видно тут фрагмент из фильма «Яма», в котором, документальный фильм, в котором рассказывается о том, как старые какие-то огородные участки застраиваются новыми многоэтажными домами. И возникает такая проблема, куда деваться тем, кто испокон веков разводил там, так скажем, приусадебное хозяйство. И часто возникает конфликт между жителями многоэтажек, которым нужны парковочные места, и теми старожилами, которые вот издревле там занимались своим хозяйством. Но очень рекомендую посмотреть вам этот фильм, поскольку там как раз с разных точек зрения ситуация рассмотрена, и мы можем увидеть, что именно через формирование лояльного отношения у горожан мы можем избежать вот этих вот стычек между частным сектором и новостройками. Огород в городе может стать вот этим публичным местом, где люди могут познакомиться и понять друг друга. Будьте добры, следующий. Вот мы уже переходим к России. Расскажу о том, что, конечно, есть и в Питере у нас уже городские огороды, и целое движение дачи в городе. Вот в Москве существует, не знаю, как на сегодняшний день он продолжает свою деятельность, но довольно-таки здорово начал свою работу проект «Лавка-лавка» – это городской огород на территории бывшего завода «Арма». И, может быть, форма еще несколько иная. Вот на слайде я процитировала одного известного журналиста, который разбил огород тоже в центре Москвы, но на пустыре, так скажем, скводерский огород. В связи с этим можно кратко затронуть тему партизанского озеленения города. Это то, когда люди, не имея своего участка земли, не имея возможности в мегаполисе проявить себя, находят какой-то пустырь и абсолютно бесплатно, пользуясь лояльностью властей, или вопреки, может быть, этому, занимаются городским огородничеством и популяризацией этих идей. Будьте добры, дальше. В Перми движение «Огород в городе» именно существует как движение, как общество городских огородников, то есть это мы называем неким профсоюзом нашим, который объединяет и защищает интересы жителей частных домов. Я очень много говорить могу об этой проблеме, так как столкнулась с ней сама. Но, тем не менее, мы вышли за рамки именно частных домовладений и защиты их интересов и настроили нашу деятельность в том числе и на жители многоквартирных домов, поскольку интерес у граждан есть, возникают тенденции возврата к полисадникам возле подъездов. Сейчас школы восстанавливают свои когда-то заброшенные теплицы, и пришкольные хозяйства огородные, где школьники на уроках природоведения. Вот сейчас мы делаем проект в 132-й школе конкретно. Могу сказать, что они делают зеленый класс. То есть там будет на улице площадка во дворе, где будут грядочки, и занятия будут проводиться в непосредственном контакте уже с природой и на практике будут осваиваться, как что садить. То есть вот просто есть движение общества городских огородников и живое пространство городских огородников. Живое пространство возникло у нас на территории частного домовладения, можно показать следующий слайд. Но в связи с определенными событиями мы сейчас перебрались в квартиру, и живое пространство огорода в городе теперь располагается на 16-м этаже, на Весиме, как раз-таки с панорамным видом на городские огороды района Весим, Запад, Горцы, Вышка первая. И мы теперь там открыли школу городских огородников. Школа городских огородников, по сути, является продолжением зеленой школы. Это у нас, по-моему, следующий слайд, если я не ошибаюсь. Да, дело в том, что на стыке темы городского огородничества и городского садоводства, который представляет у нас перемисад Соловьев, известный в лице Надежды Боглей, в частности, и тех волонтеров, которые занимаются развитием и благоустройством этого сада, на стыке и также благодаря идеям, привнесенным в наш город Ани Фадеевой под названием «Абсолютно бесплатная ярмарка», родилось такое явление, как «Цветочная дармарка». Это мероприятия, на которых мы с городскими огородниками, садоводами обмениваемся излишками рассады, саженцами, семенами и проводим различные мероприятия, такие как мастер-классы «Клумбы вместо мусора». Это о том, как превратить пустыри в цветущие азицы. Школы, мастер-классы по высаживанию деревьев. Сейчас это движение также, так скажем, параллельно развивается благодаря Игорю Арапову, который высаживает очень много деревьев со школьниками. И просто мероприятие по обмену – это здорово, но, конечно же, у него есть наполнение. Вот у нас была зеленая школа – это для детишек. Мы проводили мероприятия в садиках, в школах, даже у нас в техникуме пришел урок экологии. В детдомах, в реабилитационных центрах мы проводили с людьми различные занятия на зеленые темы, так скажем. Начиная от посадок и заканчивая проблемами раздельного сбора мусора, как сделать компост, куда сдавать батарейки, то есть проводили некое такое экологическое образование. И теперь наш новый формат – это школа городских огородников, потому что мы решили все-таки наше усилие сконцентрировать именно на огородах, то есть на выращивании еды, зелени, овощей, фруктов, плодов, на наших плодово-ягодных культурах, пряных трав, чайных трав, специй. Потому что, как выяснилось, у нас в городе достаточно активная, скажем так, ситуация среди людей, которые пропагандируют здоровый образ жизни и экологический. Вот мы решили для себя эту нишу взять именно по огородам. По-моему, у нас следующий слайд как раз говорит об этом. Да, вот, собственно, о том, какую нишу мы для себя выбрали. То есть мы проводили на этом фото, видно наше давнее мероприятие, которое совмещено было с рестораном «Днем», лекция по городским огородам в квартире. Это было в культурном диване. Дальше, пожалуйста. Еще хочу сказать о том, что интерес к движению и к живому пространству возник достаточно большой благодаря поддержке общественных организаций, СМИ. И о нас узнали в Екатеринбурге, где пригласили нас на презентацию. И сейчас есть такая хорошая новость в Екатеринбурге, в саду Казанцево, который расположен в непосредственной, прямо в центре города, среди новых высоток Екатеринбург-Сити. Единственный уцелевший участок с 100-летним садом, где растут реально 100-летние яблони и плодоносят по сей день. Вот мы делаем совместные проекты теперь с ними и работаем с екатеринбургскими экоактивистами, проводим некоторые лекции с интересными названиями, как «Огородная йога в каменных джундах», например. То есть в Екатеринбурге такого движения не было, и мы теперь открыли, так скажем, наше представительство там. Благо есть где развернуться площадка там, вот сад Казанцево работает круглогодично, и поэтому мы планируем мероприятие проводить не только в сезон с апреля по октябрь, но и зимой. Будьте добры, дальше. Да, про школу городских огородников сразу же сделаю вам небольшой омонс. Вот у нас нынче прошло… А, да, мы берем в качестве площадок не только нашу квартиру, но и работаем на других площадках, которые нам любезно предоставляют единомышленники. В частности, лекция недавняя, неделю назад у нас прошла по целебным травам в шатре, ну, возле шатра Пача-мама, расположенного возле оперного театра. Также нам площадку предлагает «Умный дом» на ППИ. И, в общем, мы открыты к общению и рады провести какие-то лекции на тех площадках, которые вы предложите нам, если вам будет это интересно. А также приглашаем в наше живое пространство. На восстание 71, 16 этаж, где сегодня, 22 июня, июля, прошу прощения, в 18.30 мы собираемся за круглым столом и беседуем о сборе семян, к актуальным сейчас. Беседуем о банке семян, который мы открыли уже и запускаем его работу в юношеской библиотеке. А также у нас запланирована после чаепития экскурсия занимательная в поля Абисима, где мы непосредственно сможем собрать семена дикоросов. Надежда Баглей нам расскажет о пользе дикоросов в городской среде. Анастасия Спирина анонсирует рассказ о том, почему нельзя, ну, так скажем, вредно для города скашивать газоны и чем было бы здорово заменить обычную траву, в частности, какими-то полезными травами, семена которых мы сегодня с вами и соберем. Добро пожаловать на эту лекцию. И еще также в качестве анонса на ближайшие выходные хочу вас пригласить на Экомаркет «Все живое», который пройдет в параллель с форумом и хакатоном на тему защиты прав животных на Пушкина 15. Это будет происходить с 12, с 13 часов до 8 вечера. И, в частности, на Экомаркете мы представим наши саженцы, чайи собственных сборов, куда я вас приглашаю непременно прийти, попробовать пообщаться с единомышленниками. Буду рада вам знакомству. Наталья, я слушаю вас и думаю, как хорошо, что у нас в Фермии живут граждане мира, потому что это, в принципе, мировая тенденция, да, вот эта зеленая революция и так далее. С удовольствием я уже вспоминал эту «Хайлайн», если вы не знаете, «Хайлайн» — это бывшая железная дорога во вкусе, да? Да. Хорошо. Значит, очень приятно, что интересуетесь мирными тенденциями, да? Бывшая железная дорога на сваях в Нью-Йорке, которую, такие как вы, специалисты по отделению и так далее, да, их там много, или десятки, да, потому что она их в несколько километров длится, и инвестиции от местных бизнесменов, десятки миллионов долларов, они превратили в сад такой, представьте, да, вот длинный сад, железная дорога на сваях идет, да, в несколько километров длится. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, в Ютьюбе, потому что это очень интересно, вот даже мне, вот далекому от этих вещей. Хотелось бы вас спросить, Наталья, а вот вы мечтаете о чем-то таком, чтобы вот превратить пространство в какого-то полузаброшенного, не знаю, завода, чего угодно там, пустыря, благодаря вашему таланту в живой сад? Есть ли такие у вас уже фронты работы? Есть, фронты есть. Расскажите, какие нужны инвестиции? Всегда не хочется забегать вперед, но вот на сегодняшний день, что есть в Перми, я просто кратко обзор сделаю, но не буду пока называть точно место, дабы не испугнуть ситуацию. У нас, про заводы начнем, превращение опустевших цехов вполне реально в сады. И у нас есть уже один такой большой цех, не буду называть пока, говорю, завод, но вот когда-то произойдет, вы об этом непременно узнаете. Сады или теплицы? Это будет круглогодичная гидропонная станция по выращиванию, базилик, мята, все вот эти вот наши пряные и салатные травы, для того, чтобы это была локальная, наш местный производитель, и не просто выращивание, это будет место, куда будут проводиться... А вот расскажите разницу, гидропонная, это вот с помощью этих водяных, как бы, как сказать, такие, они висят, да, вот эти все аэропонные, что-то... Аэропонные, ну, суть примерно так же, но они не... Как бы вертикальные такие сады, да. Это что гидропоника, что аэропоника, что... Есть еще такое направление, аквапоника, когда это уже совместная, как бы, ферма рыбная и растительная. То есть там принцип примерно одинаковый, то есть без использования стандартного почвогрунта. Да, вообще земли там. Да, 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 да. Вот вариации на эту тему могут быть разные, но вот сейчас у нас вот этот проект разрабатывается, я его просто не хочу сглазить. Если это произойдет, у нас будет, я думаю, очень шикарное открытие, презентация этого проекта. Вот это конкретно в Прими. И то, что сейчас происходит с восстановлением, как пример, опять же, да, сад соловьев у речки Уинки и теперь Первогород, то есть это как раз, мне кажется, та история, когда мы возвращаемся в места, излюбленные дачниками когда-то, да, у нас в долинах малых рек. Я думаю, было бы здорово, если мы там что-то подобное восстановили. И был проект, и, к сожалению, я не знаю, на какой он сейчас тоже стадии превратить, Данилиху в парк. Вот это было бы очень здорово. Я всегда за этих ребят готова принять в этом участие, там, не знаю, оказать... Ну, и правильчику Ивам уже разговаривали, там тоже огромный фронт работы. А вот что-то более камерное, в котором вы сами могли бы одна справиться. Что-то есть, какие-то такие полоски, может быть, короткие участки без дороги, еще где-то, что-то, типа, такое, бывшие какие-то тропы, где вы могли бы сделать, может быть, для заказчика какого-то, я не знаю. Для заказчиков мы делаем уже сейчас. Облагораживаем территорию. Но это, так скажем, коммерческие уже, да, какие-то проекты. А если говорить о городском именно активизме, то все карты в руки. То есть партизанское зеленение города никто не отменял. Вот буквально на одной из последних цветочных дармарок мы превратили заросшие сорняками пустырь возле дома, а в эти заросли кидались мусор и так далее. Мы превратили в цветники. То есть на каждом мероприятии, если у нас вот до куда руки дотягиваются, мы стараемся что-нибудь облагородить, какой-нибудь очередной участок земли. Наташа, а загород у вас откуда такой? Рабочий. Да? Спасибо. Точно не солярий? Точно не солярий. Солярий же у нас и фитнес, и солярий, как говорится, и психотерапия три в одно. Огород все решает, все вопросы. Либо огород в городе, либо это загородный. А муж у вас тоже соратник получается? Соратник. И он мой, так скажем, спонсор и инвестор, да. Человек, который вот любезно предоставил нам сейчас площадку в своей квартире. Ну, хорошо, что муж разделяет интересы жены, а не наоборот. Часто наоборот бывает. Ну, а много вас таких перемилок, мы сейчас вспомнили сегодня, и Сад Соловьев. А еще кто вот люди, которые делают примерно то же самое, что и вы? Сейчас большой интерес возникает к альтернативному, так сказать, земледелию, хотя оно, по сути дела, является настоящим традиционным. Это пермакультура, биодинамическое, органическое земледелие. Я бы, наверное, если не сочтете за рекламу, сказала о Центре природного земледелия «Сияние» и всех тех людях, которые объединены вокруг этой идеи. У них есть и сообщество ВКонтакте. У них есть и сообщество, и также Антонина, руководитель, да, здесь у нас в фильме этого проекта, проводит обучающие лекции по агрономическому обучению. Сейчас многие разные всякие славянские мифы туда соединяют. Вы тоже этим болеете? Интересуюсь. Интересуюсь, потому что каждая, так скажем, идея имеет право на свое существование, как мне кажется. И вот, опять же, пример. Нынче весной возле ДК Калинина был организован вот как раз такой славянский больше праздник, да. Была цветочная дармарка, вот наша идея взята за основу, плюс ярмарка с посадкой деревьев. Там говорилось о школе радости, обо всяких экологических поселениях нашего края Пермского выступали. А их, кстати, много этих поселений экологических или пока единицы? Вот нынче будет слет родовых поместий. Точно. Это интересная штука. Напишите мне потом в контакте, что это за люди, родовые поместья. Они же начались с этой мифической Анастасии. Да, да, да. Это герой придуман книг, да, которая стала символом вот этих вот, да, вот, движения вглубь Сибирь. Да, там, вот сейчас Путин поддерживает, да, этих людей, даёт им участки. Пока не знаю, правда, даёт, не даёт, но обещает. А вот вы не соблазняетесь гектарами? Пока. Пока? Вот я чувствую, что я на своём месте. Вот мне пока хочется всё-таки заниматься именно городскими огородами. Потому что, знаете, какая история получается? Минутка осталась. Да, то есть мы убегаем от той проблемы, пытаемся сделать что-то своё, но у нас здесь в городе есть прекрасная, она важная инфраструктура. Мы можем её использовать и быть эффективными огородниками здесь и превратить наши, так скажем, утопающие в смоги и так далее города, наоборот, в зелёные. Потому что, когда люди будут знать, что они едят пищу, которая растёт в городе, они будут думать о велосипединге, так это назовём, о более здоровом отношении к собственной среде, к той, в которой мы живём. Потому что, когда мне говорят в качестве аргумента, ведь надо есть еду из загорода, там всё экологически более чисто, у меня вопрос, а как мы тогда сами здесь живём, друзья? Так давайте сделаем огороды здесь, наладим нашу среду обитания, сделаем её более благоприятной, чтобы не только овощам было нашим хорошо, но и нам с вами, дорогие. Продолжение следует...